Спреи и кремы от клещей это личные средства защиты. За безопасность пребывания в парках и скверах несет ответственность администрация Омска и дирекция мест массового скопления людей. Территории перед наступлением тепла обрабатывают специальными растворами, состав которых пагубно влияет на клещей. Опасны ли эти растворы для людей и животных сегодня гуляя по парку, выясняли Денис Ионос и Сергей Гаврилов. Слоны, бегемоты, медведи и обезьяны, птицы, бабочки и жуки-пауки. Пластиковые и живые обитатели флоры и фауны – часть парка культуры и отдыха. Клещам здесь не место, объясняет директор Константин Лукашевич и смело отправляется с нами на прогулку. Погода установилась теплая, естественно большой поток людей приходит в парк. Безопасно здесь? Клещей нет? Вы можете гарантировать это? Парк, который 30 лет занимает площадь больше 70 гектар, так вот в этом году мы обработали всю полностью, 100% территорию парка. Аттракционные зоны, зоны зеленых насаждений, где у нас ничего вообще нету, никаких недорожек, ничего, все полностью обработано. Территория большая, чтобы обработать состав, все равно это химия. Есть опасность для людей, для животных, которые здесь в любом случае будут? Безусловно, опасность, как и от любой химии, присутствует. Но организация, которая проводит вот эту обработку, она сама уже расстановку делает и говорит нам, что нужно сделать. Когда мы выставляем объявление о том, что проводится обработка, будьте внимательны. После проведенной обработки, как нужно себя вести. Эти все объявления мы развешиваем и стараемся, чтобы люди, конечно, соблюдали вот эти правила, которые устанавливаются. А какие правила? Что не должен делать человек после обработки? Вообще посещать территорию он не должен. Но так как у нас территория проходная, мы, по крайней мере, говорим, что вот, если вы проходите, то постарайтесь территорию покинуть быстрее, не находиться долго здесь. Потому что все равно аэрозоль остается в воздухе и можно хватануть ее, надышаться. Когда появляется недомогание, температура, когда человек дискомфортно себя чувствует, может появиться даже озноб, температура повысится. Вот эти все явления могут появляться. Поэтому мы стараемся, чтобы все-таки людей максимально информировать и чтобы они уже безопасно свою соблюдали. Запрет на посещение территории сразу после обработки носит скорее рекомендательный характер, поясняет врач и дезинфектолог. Состав современных средств безвреден для людей и животных. Территория, вся территория обрабатывалась препаратом Альфатрин. Это препарат официально разрешенный к использованию. Официальный препарат для уничтожения клещей, в том числе ксодовых, которые представляют опасность. На теплокровных животных они не действуют. Они даже на дождевых сервей не действуют, этот препарат. То есть он исключительно предназначен для членостановки. Это средство разрешено к использованию даже в домашних условиях. Опасность для людей и животных представляют составы предыдущего поколения. Фосфорорганические и хлорорганические соединения. И они до сих пор не запрещены в нашей стране. Поэтому ручаться за безопасность препаратов могут только службы дезинфекции. Галина Ивановна работает контролером в парке уже не первый год. И встреч с клещами после трудового дня еще не было. На масштабную обработку надеется, но и о личной защите не забывает. Наносим специальный спрей, защиту. Самое главное после обработки территории не лежать на траве, уткнувшись носом, и вдыхать все эти химические ароматы. И самое главное, напоминаю, клещи обитают в траве, а не на деревьях. Денис Унос, Сергей Гаврилов, Антенна-7.